Доброе утро! Сегодня уже утро в Германии. Припарковал свою машину на такой как бы дороге простой. Сегодня обещает быть загрузка в местном немецком автохаусе булочными машинами. Накидали мне целую кучу машин, аж 9 штук. Я думаю, что это будет интересное видео такое в плане обучения, в плане как бы загрузки. Но машины не тяжелые. Я посмотрел по маркам, там Volkswagen, Sephora, Siroco, потом что-то Smart есть. И также там Hyundai i20, там какие-то маленькие машины. Поэтому приятного посмотра, не забудьте поставить лайк этому видео. Вот, собственно говоря, площадка, с которой буду забирать. Уже понял, что вот это вот, это мне. Это мне! Это мне! О, о, это мне! Почти новый автомобиль, кабриолет. Потом вон-то Audi тоже моя будет. Цирока, вот он стоит. Что-то там вон Hyundai i20, собственно говоря. И какие-то машины, наверное, у них внутри там. Пойду выпишу ЦМР, пока они закрыты. С 10 только вроде бы работают. И вернусь сюда через минут 30, получается. 30 минут позже. Ну что, время подошло. Пора разложить установку. Это все делается на автомате уже. Это нам потом потребуется. Мы сюда загоним какую-нибудь маленькую машинку. Ну, чтобы два раза не делать. Еще у установки Казбокер есть такая особенность, что, видите, вот эта вот уже зашла, а та еще не зашла. Нужно выравнивать установку. Выравниваем установку до конца. Вот так это получилось. Теперь ее поднимаем. И делаем так, чтобы можно было сразу заехать, поставить три машины здесь. Вот, растянули установку. Здесь до конца все сдвинули, чтобы поместить три машины. Подготовили установку. Теперь осталось только выдвинуть. И можно загружать автомобили. Какой интересный автомобиль для сбора мусора. Посмотрите. Как бетонная мешалка. То есть, они там, наверное, мусор мешают, и он больше помещается его, может быть. Музыка. 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 Оказалось, проблема этого автомобиля в том, что сигнализация не сразу срабатывает. Ну, загоним его. Если мы снесем крышу, не будет так обидно. Да что ты, черт побери, такое несешь. Как сказал Гагарин, поехали. Так вот здесь оставляем ее. Едем недалеко. Ключи куда-нибудь надо сюда кинуть. Следующий за ней поставим Смарт. Задом. Вот он, следующий автомобиль. Ехать будем на нем. Так. Загоним его задом или передом. Разницы никакой. Давно хотел попробовать. Смарт. Так, иди здесь. О. Нифига себе. Демон, думаю, мой дом захвачен. Без всяких клиентов, думаю, мой дом захвачен. Без загонбанента, и мой дом захвачен. Мертвые, белые в кармане, и мы тратим. Если ты не понял что-то, то верни обратно. Если мы забрали цель, то это невозвратно. Мой голый призрак, и голубь Рабана. Ты слышишь бензина, мы миллион октана. Мои лены прыгают, как будто на трамплине. Кто это большой бензин, я плаваю в машине. Лучше не звони мне, катаюсь на квартале. Ты смотри внимательно, скажи мне, кто назад. Закрываем окно. Глушим. Пойдем крепить. Следующее, что у нас должно войти на второй этаж, по-любому, это Hyundai i20. Загоним его, и все. Машины все новые. Тормоза замерзли. Ну, вроде бы разблокировались. Вот такой вот автохаус. Короче, как я понимаю, у немцев, немцы пригоняют в этот автохаус свои автомобили, им дают деньги, ну, или купоны на покупку новых автомобилей. И цена, в принципе, такая, что есть смысл пригонять им и оставлять их здесь. О, какой Ford стоит. Проба, наверное. Что-то мне уперлся. Вот в эту дырочку поставим, и все будет отлично. Все здесь оставляем. Так, вот так вот. Я опустил установку. Когда работает двигатель, не так удобно озвучивать. Вот, собственно говоря. Аккуратно, быстро. Использую такие резиновые перчатки зимой. У них руки не так мерзнут. И плюс они, если вдруг что-то попадает по пальцам, не так травмоопасно. Я думал, что в Бертане, как бы, они покупают самые дешевые. Но, как мне показалось, это самые практичные. Они не промокают. Вот, таким же макаром крепим это колесо. Вы поглядите, что за агрегат. Мне бы на этом агрегате никуда далеко бы не укатиться. Ох, ремешок подает меня, смотри. Только пристегивайся, говорит. Кожа, рожа, все дела. Сказка, а не автомобиль. БМВ длинная, поэтому я ее гружу на второй этаж. Там у меня осталась платформа. Не свернута. То есть там Volkswagen и все маленькие машины поместились. Очень компактно. Поэтому можно БМВ поставить на втором этаже. И у меня не будет никакой длины. А то в последний раз в этом ролике я покажу немножко, как меня остановили в первый раз в баге. Это немецкая ГАИ. И рассказали, что так ездить невольно. Что нужно стягивать машину. Такая вот тема. Все супер. Ручник оставляем. Все машины, конечно, покоцаны. Поэтому вот здесь какое расстояние здесь. Можно было бы еще вперед подвинуть. Но это не надобно. В эту, потому что, чтобы не вылетело. Из той может вылететь. Мне это не надо. Чтобы что-то вылетело. Так, здесь ремень еще не цепляет. Сюда. После отпуска ремень не надо смазать. Сейчас, может, этим займусь. На следующей загрузке. Следующий автомобиль. Загрузим Ауди. За рулем кабриолета. Ауди ставим на хвост. Проблема с тормозами. Зря немцы машины не сдают. Ну, так прикольная, конечно. Ауди. Ауди у нас на механической коробке передач. Вот я ее провалю вот в эти небольшие отверстия. И... Вот так вот. И потом подвину, насколько мне надо. Ручник. Надеюсь, что он работает. И все. Гоут ухом. Как я и сказал. Немного провалил. Для галочки. Еду я здесь недалеко. Поэтому... Я бы вообще на один ремень скрепил. Но... Креплю на два. Сзади машина. Пускай будет лучше закреплена. Единственное, что я сначала сейчас ее подвину. И потом второй ремень накину. Следующий авток. Буду загонять пола. Он, уже знаю, хорошо становится. Плохо, конечно, что на механике. Автомат. Лучше загонять. Вот что-то прям... Совсем с это... Съело все. То есть, прежде чем следующую машину загоняем. Опускаем. И смотрим, чтобы здесь... Все отлично. А, собственно говоря, у меня уже здесь готовы дырки. Можно было бы еще чуть дальше его загнать. Но нету смысла. Астру мы сейчас вот сюда поставим колесами. И должно быть все отлично. А здесь уже там две машины поместятся. Нас спокойнее. Взял Астру. Вы слышите, как она работает, короче? Все. На тягач мы полностью машину выставили. Как надо. Теперь осталось только закрепить. Не знаю, здесь, наверное, вот эта не встанет штука. Ну, в принципе, не столь баша. Не встанет, так не встанет. Теперь я ремнем закреплю вот эту. И вот этот автомобиль. Видите, как все чутенько встает. И все дальше. Ставим еще два автомобиля и едем. Сегодня пятница. Надо успеть в рабочее время загрузить еще одну загрузку. И думать, где будем стоять выходные. Ну, и, конечно, заключительная часть. Нужно опустить установку. Чтобы была допустимая высота. Когда опускаем или поднимаем установку, надо внимательно смотреть. Но я здесь уже знаю, что машина одна другую не цепляет. Или, допустим, когда здесь вот изламываешь, тоже надо смотреть, чтобы машина одна другую не цепляла. А сейчас только надо смотреть, чтобы крышу не примяло. Ну, а теперь вот Opel. Написано, что не хватает охлаждающей жидкости. Вот она, собственно говоря. Вот они, немцы. Ну, кабриолет. Такой достаточно просторный. Надо просмотреть его для покупки. Так. Ну, здесь все просто. Загоняем до характерного стука. Опа. Даже стука не было. Пойдем посмотрим, что там получилось. Отличное расстояние вообще. Так и оставляем. Закрепим сейчас два колеса. И, ну, после того, как пригоним Сирока. Ну, что, заключительный автомобиль. Сироко. Какой-то мощный. Вот это вот видно ухоженный автомобиль. Но он, как бы, как я понимаю, его использовали не для повседневной жизни. В целом, вот так вот. Вот такая загрузка у меня получилась. Сироко не такой, как бы, длинный автомобиль. И он низкий. Он бы хорошо, конечно, встал прям наверху, на крыше. И тогда не было бы высоты. Но автомобиль с низкой посадкой. Спортивный. Поэтому такие автомобили я предпочитаю ставить, если есть возможность, самыми последними. Чтобы он там не ехал по всей установке. Ну, либо наверх. Чтобы не повредить там днище. А не хоть и бэушные автомобили, но надо возить аккуратно. А в целом получилось вот так. Даже получилось короче, чем я думал. Потому что я думал, что вот эти вот три автомобиля будут подлиннее. В идеале бы Твинга чуть-чуть назад сдать, чтобы он вот, колеса стояли на крае вот этих вот ушей. И тогда он бы был немного ниже. Но говорю, я этот маршрут знаю. Здесь высоты нету. Поэтому мы и так все нормально проедем. Продолжение следует...